Здравствуйте, меня зовут Жакупова Гульжан, я являюсь учительным русского языка и литературы. Сегодня в видео я хотела бы поделиться своим опытом использования метода проектов для осуществления студента-ориентированного обучения на уроках русского языка. В реализации данного метода были задействованы учащиеся 10 класса. В рамках изучения раздела Fairtrade – Справедливая торговля, учащимся были предложены цели обучения на выбор для самостоятельного обучения. Как наиболее подходящее, совместно была выбрана цель ЧС-7 – извлекать и синтезировать информацию, делать выводы на основе полученных сведений, выражая собственное мнение. Мною ученикам был предложен план работы, состоящий из 7 пунктов, рассчитанный на цикл уроков на протяжении 2 недель. Также была дана инфографика и общее задание – провести исследование по любому интересовавшему их вопросу в рамках темы раздела. Например, учащиеся могли изучить, как и в каких странах добывают чай, кофе, какао, хлопок и т.д. С какими проблемами сталкиваются плантаторы и фермеры, в каких условиях они работают, сотрудничают ли они с организацией Fairtrade и как она им помогает. Поскольку студенцентрическое обучение предполагает самостоятельное обучение, учащимся был предоставлен выбор как по теме исследования в форме работы, времени на исследование, так и в форме предоставления результата. После того, как все учащиеся определились с темами исследования, ими были разработаны критерии оценивания для успешного выполнения работы. По истечении двух недель работы учащиеся выступили со своими проектами, провели взаимооценивание. Последним пунктом плана было проведение опроса учащихся по итогам проведенного исследования. Проанализировав выступления и ответы учащихся, можно сделать вывод, что данный метод работы позволил учащимся прежде всего реализовать цель, то есть извлечь и синтезировать необходимую информацию, выразить свое мнение и сделать вывод о важности организации Fairtrade. Реализация цели проходила в удобной для учеников форме работы. 40% учащихся выбрали работу в паре, 30% в группе и 30% индивидуально. Ученики были мотивированы выполнять задания, так как тема исследования была выбрана ими самостоятельно и вызывала интерес. В результате проведенной работы можно сделать вывод, что учащиеся самостоятельно в своем темпе достигли целей, что было отмечено в обратной связи и видно по оцениванию. По отзывам учеников, оценка данной формы работы по реализации целей составила 4,5 из 5. Учащиеся отмечают, что форма работы им понравилась, было интересно находить новую информацию, готовить выступления и, конечно же, слушать одноклассников. Работа позволила учащимся расширить кругозор и узнать много полезной информации по теме раздела. Таким образом, проектный метод обучения достаточно продуктивен для реализации студентоцентрического обучения, дает возможность творческого проявления учеников и подходит для проведения как в формате онлайн, так и онлайн обучения. Спасибо за внимание!